и сохранение, подход. Но, наверное, все. Спасибо, Александр Владимирович. Положаемое депутатное. Пожалуйста, на кроссе к Александру Владимировичу. Пожалуйста. Александр Владимирович, пожалуйста, у нас получается под средства национального информации, это, так скажем, запад 24, смотрю, что битзензия Сбеева не продлена, а МОПа ванкрочен не. Ну, до конца он еще не оброчен, то есть это 22-го. Так, в общем, там еще одно, что глава города выезжал на место туда, где у нас полигон находится у нас в нашем районе, то есть землянный район. Он выезжал, смотрел, но я, наверное, считаю, что тут, наверное, совместно город и район должны выезжать. И там уже то, что последнее это заполняется, то есть там ничего не делается, практически сейчас заполниться, и дальше что, куда город будет. Или мы договора заключать будем, или что. Скажите, если Сбеева у нас лицензию не продлили, с кем будем, когда закончится, ладно, с МОПом, а тогда с кем будем заключать договор? Я вас понял, значит, у нас... И что дальше, я имею в виду подземный район, а что дальше? Они просят у нас увеличить площадь или что? Значит, у нас сейчас, вот особенно в прошлую неделю, в эту неделю, то есть мы очень усиленно работаем с городской администрацией, и она с нами работает, то есть вот именно по улаживанию вот этих вот недомовок, не то, что недомовок, а вот нюансов, по одному из участков, 2,6 гектара, о котором вы говорите, он передан в аренду МОП КБО, срок аренды 1.09.2018 года, вот, то есть он на сегодняшний день еще действующая лицензия. ООО «Био», уже в новой ООО «Био» заключен договор, еще тогда с Летнодемским сельским советом на 4,3 гектара, которые они планируют под траншеи, вот, и сейчас они к нам вышли с вопросом о передаче им в аренду 1,2 гектара в тот участок, где расположены постройки гараж, весовая, вот если вы были там вот эти, то есть сейчас у нас, то есть работа вот каждодневная практически идет, вот по этому вопросу, я думаю, что не далее, чем на этой неделе, и на следующей неделе мы этот вопрос разрешим. Ну, хорошо, договора, но они, то есть «Био» имеет право, если «Био» не продавляют лицензию на осуществление этой деятельности, то как они могут заключать договора с сельсоветами? Давайте отвечу вам вопрос. Значит, ситуация действительно была острая, когда все понимали, что КБО уходит в Антонсу, и нужно было предоставить участок на дальнейшее, вот о чем вы говорите сейчас, в утилизацию мусора. Значит, участок был предоставлен на тот момент в Верхненадымским сельским советом. Сегодня участок есть, но есть еще участок, который был заполнен, и сегодня все отказываются от этого участка, который 2,6 гектар, который вы видели в траншеи. То есть, если сейчас они с собой этот участок не забирают, а у них слово «полигон» значит в совокупности всех этих участков, то этот полигон мы должны будем за счет своих собственных средств. Я к чему и вы думаете, что культивацию делаем за счет средств района. Да, да, да. То есть сейчас есть у нас документация, где происходила сдача этого полигона, где, говорится, кто направил им письмо. То есть мы не против, сегодня 4 гектара участок есть, пожалуйста, вы будете пользоваться, но, пожалуйста, решите нам вопрос с, значит, то, что будет с этим участком, который сегодня заканчивается. То есть вот такая вот вся ситуация. Если документы нужно будет, мы можем предоставить. То есть сегодня город говорит, да, мы согласны на то, чтобы рекультивировать этот участок, который заполненный. Значит, ну пока вот мы имеем юридические такие вот, как бы сказать, улаживания этого вопроса. А то, что био, да, им нужно получать лицензию. То есть земля предоставлена, они должны, как сказать, выполнить несколько еще пунктов для того, чтобы получить лицензию. То есть это уже все зависит от них. Нет, у нас все, кроме захоронения, то есть на весь эффект он слух. Они будут, ясно, они будут все, они будут все, готовились, это все идет по порядку. Лицензию на сборы не имеют? Нет, 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 наоборот, ее отменяли. Это вопрос серьезный для города и для района, как бы, если надо, конечно, сообщать с городом, все это решать. Значит, еще хочу добавить, по-моему, то по сбору. Значит, сейчас вот в конце года проект закона Госдумы принят, значит, о, так сказать, сегодня проблема, что договора у нас не хотят заключать. Если мы даже начинаем предоставлять услуги сбора мусора, значит, наши домовые хозяева, где живут, особенно когда отдельно, то есть они не заключают договора. Значит, вот сейчас проект закона, значит, о принуждении, то есть будет федеральный закон о принуждении заключения договора, значит, на вывоз мусора. То есть сегодня они у нас все равно, у них мусор есть, они его просто, ну, давайте так сказать, выкидывают, вот получается несанкционированное самооборудование. У него законодательство сейчас уже в крае три зоны приняты по оператору, значит, мы ожидаем, что в 18-й год будет у нас оператор. И вот как раз вот в этом уже законопроекте будут полностью, значит, сказаны, какое наше участие. Сегодня мы не можем ни у кого до сих пор узнать, какое участие, вот сегодня администрация Назаровского района по сбору и реализации и сортировке мусора. То есть прописано участие законодательство должно принять на краевом уровне. То есть я думаю, в этом году вопрос все решится, и у нас будет понимание, то есть кто принимает, кто реализирует на другой.